МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новосвятая служба информации телерадио компании Гомель, студии працу Александр Гамоля, глядите в этом выпуске. Горячая пора, безопасность працы на уборочной проверяя Федерация профсоюзов. Выездный прием сегодня у Раши областной больницы наведали Октябрьский район. То, что нас объедновывая Дни культуры Украины в Беларуси завершились концертом в Гомеле. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Неоткладное выведение Оршанского авиарамонтного завода на стабильную працу с передачей его структуру держ военпрама. А так само поэтапное развитие Оршанского региона как наибуйнейшего промыслово-лагистичного центра на усходе Беларуси. Такие задачи сегодня поставил керавник державы. Александр Лукашенко наведал предприемство и перспективную инвестиционную пляцовку. Головная проблема завода сегодня – вельма высокая закредитованность, дефицит импортных запчасток и невыконание инвесторам обовязательствовав. От этого низкие зарплаты, нерытмичная работа по заказах и тяжкая финансовая становиша. При этом означал беларуский лидер «Сусветный парк машин», який обслуговывает Оршанский завод, таки велики, что при правильном развитии наши работники сдольны навед поширить нишу на рынку. «Определитесь на перспективу. Я думаю, что этот завод всегда будет востребован на долгие годы. Вертолетное производство и модернизация, восстановление, ремонт вертолетов – в мире их море. Десять тысяч. Поэтому кусок работы у вас хороший. Нужны комплектующие для этих вертолетов, для наших, для ремонтной базы. Значит, надо создавать свои. Не надо ходить и думать, что вот мы ничего не можем. Мы можем. Поэтому надо заниматься этим делом. Если есть рынок, если есть для ремонта и модернизации вертолеты, значит, надо этим заниматься. Вот тысячу человек, считай, здесь школа. Здесь хорошая школа. Это же не на голом месте создаем. Идеальные условия для того, чтобы здесь работать. Поэтому надо этим заниматься. Садитесь с министром транспорта, разрабатывайте этот проект. Но только не разрабатывайте с той точки зрения, что вам принесут деньги и дадут. Чем-то поможем на какой-то период, на какой-то срок, но надо развораживаться здесь. Поэтому действуйте. Это государственное предприятие сегодняшнего дня. У Аршанского авиаромонтного уже есть стратегия поэтапного выхода с кризису без удела недобросумленного инвестора. Она включает у себя будовництво и реконструкцию властной механичной, термичной и гальваничной вытворчасти, плюс властный цех гумово-технических выработок. Это позволит не залежить от импорта, запасных часток и комплектующих. Так само, снизить тяжар кредитов, допомогать контракты, которые завод уже выполняет. Их география охопливает краины Европы, Латинской Америки, Африки, Великого Близкого Усхода и Персидского залива. У приватности знакомитые летающие танки Ми-24, которые прошли глубокую белорусскую модернизацию. Реализация проектов по ремонту тех 10 вертолетов, которые стоят уже в ангаре, она позволит снизить кредитную нагрузку примерно на 1 миллион. И те планируемые проекты, которые тоже были озвучены президенту, они позволят практически рассчитаться с банками и жить за собственные средства. Поведомили президенту и про реализацию буйного приватного инвестпроекта по будавництве промыслово-логистичного центра в Балбасове. Проект различен до 2023 года и меркует замкнуть дзеючий шагуночный вузел у Орши, два международные автоколидоры, заход у сход и полночь, полдень, плюс подлучить взлетную полосу авиаромонтного завода. Сегодня она в критичном стане, покрыть все взношенное и примать у основной може только вертолеты. Президент поставил задачу до конца осени вернуть гавани здольность примать поветерные судны любой специализации в первую чергу транспортной. Седьмого ноября эти работы первого этапа культуртехника, рекультивация, восстановление, они должны быть закончены. И проектные работы должны быть закончены. У них свои проекты, они работают. У них задача одна – ускориться. Они в этом заинтересованы больше всего. Я готов вам помогать. Только надо это быстрее сделать, чтобы людям дать работу. Нам потом еще надо где-то жильем помочь человеку и так далее. Главное же люди, склады мы построим. Потом же люди должны работать. И моя цель не только, чтобы мы тут получили эффект для государства. Рабочие места и жилье для людей. Нам надо до ума это довести. Но есть основа, есть база, есть все. Инфраструктура шикарная, железная, автомобильная, дорога, воздушная. Все есть. Все есть. Хорошо, наверное. Поэтому надо поторопиться. Протягиваем выпуск по инициативе Федерации профсоюза. Украина проходит месячник безопасности при подрыхтовке до массовой уборочной кампании. Зараз в регионе застались одинковые господарки, у которых работники по куль не забеспечены спецвопроткой и сродками индивидуальной обороны, або не створены належные бытовые умовы. Сегодня техничная инспекция областного обедания профсоюза выехала в Гомельске район. У центра уваги пытание техники безопасности и организация горячего харчавания. Подробностей у Вероники Ворошилиной. В Гомельском районе уборка зимы гарабсу сдается не спиняется ни на хвилину. На полях задеяничено около 40 экипажов. Зараз тут убрано около 70% площадок. Сирот районов в области Гомельский лидер по урожайности зимы гарабсу. Середняя склада 17 центнеров с гектара и высшей. Особные палетки дают до 30 центнеров. Зараз аграры Гомельского района рыхтуются перейти на зерневые поли. С каждым днем немножко урожайность растет. Люди работают добросовестно, с уверенностью. То, что касается уборки зерновых и зернобобовых культур, буквально в районе через пару дней приступят к началу уборки и будет содействовано 79 экипажей в районе. Как доведаться, отповидают умовы працанников уборочной усим необходим потребованиям, наша здымочная группа разом с техничной инспекцией областного объединения профсоюза унакировывается с проверкой на территорию открытого акционерного товариства «Агрокомбинат Паудневы». Сегодня и оно одно из наибуйных в Гомельском районе. Тут працует больше 700 человек. Для мониторинга обрано отделение Пауночное, которое специализуется на вытворчасти с божи и молока. Зараз тут и ден рыхтока рапса. Урожайность до 30 центнеров с гектара. На передании механизаторы попрацовали и окажут на славу, убравшую весь махчим урожай. Сегодня чекаются доспевания черговой партии. А тому обед проходит не в звыклых полевых умовах, а в столовой. Двойчинный день механизаторы забеспечены хорошим харчеванием. На момент нашего визита в обеденном рационе, например, суп, гречка с мясом, компот и свежая выпечка. У центра уваги профсоюзных инспекторов без умов на пытание техники безпеки, проверка спецоденей, обстрелеванных снашен усим необходным наглядным материалом от прационной и пожарной безпеки до оказания первой медицинской допомоги. Тут проходят и разные профилактические утраки с коллективом. Напереде горячая пора сбору с божи нового урожая. А тому пытание безпеки працы на первом месте. К уборке зерновых мы готовы полностью. Значит, наши работники 100% обеспечены спецодеждой. В два раза у нас горячее питание, обед и ужин. Непосредственно подключены источники горячего водоснабжения для того, чтобы работники могли помыться в вечернее время и в дневное. Но все у нас на должном уровне. Гомельские и Мазырские районы наибольшие показальные с пункта оценки техничные инспекции областного объединения профсоюзов. С серьезных пытаний тут не возникало. В целом зараз в регионе застались одинковые господарки, у которых работники нецелком забеспечены спецвопроткой, сродками индивидуальной обороны обоналежными правила ГТПТ не выращаются оперативно. Бо до початку массовой уборочной кампании повинны быть готовы усе. Перед посевными работами тоже прошел месячник подготовки безопасных работ. И те рекомендации, которые были выданы, они практически легли на стол всем руководителям, а наши председатели райкомов профсоюза Агропрома практически побывали во всех хозяйствах области, дали рекомендации технические инспекторы, выборочно не мешая работам побывали тоже. И в общем-то они сегодня на 90% все нарушения устранены. Еще одна немаловажная задача технической инспекции областного объединения профсоюзов донести до работников уборочной, чтобы успеха працы залежат от добросумленного и отказного ставления. Перш за все до себе самого. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» из Гомельского района. Сегодня специалисты Гомельской областной больницы провели выездный прием насельства в Октябрьском районе. За три годины за консультацией извернулись около 130 местных жихаров. А кроме того, в программе дня хирургическая операция и майстер-класс по ультрагуковой диагностиции на новом обстелевании. Евгения Кухаронок володая под обязанностями. У Октябрьской центральной районной больницы працуется 27 урадшоу, до яких може свернуться любы с 13,5 тысяч жихаров района. В области проезжают специалисты-кураторы, однако плановых приемов не хапая. Даденый визит так само проходил планово, однако меу-пэуный нюанс. Спис урадшоу, якие пробыли у Октябрьски, заходя обмерковывался с кировницством больницы. Мы обсудили, каких специалистов прежде всего необходим выезд. В связи с тем, что мы достаточно территориально далеко от областных центров, поэтому специалисты, которые едут к нам в таком расширенном составе, я знаю, что это обеспечит доступность и прежде всего нашему сельскому населению, и обеспечит качество медицинской помощи, высококвалифицированной помощи, и прежде всего обеспечит в будущем такую командную работу как врач-пацент. Неврологи, хирурги, лор, ревматолог, травматолог, акушер-гинеколог и врач ультрагуковой диагностики. Спис специалистов грунтовный, до каждого в Чарзе налишивалось около 20 человек и более. На приеме в кабинете УЗИ одночасово велися и консультация пациентов, и майстер-класс от областного специалиста на новом обстелевании. Хочу сказать спасибо врачам нашей районной больницы и особенно скорой медицинской помощи. Как они, у меня стало плохо дома, тогда они быстро приехали ко мне и сюда увезли в больницу и сжеживали в реанимацию. Первую помощь оказали в реанимации мне, ну а потом уже сразу на гомель. Ну я, конечно, благодарен всем, потому что они спасли меня. Октябрьская центральная районная больница немае властного хирурга. Зараз на месяц сюда приехал специалист из Гомеля. Он свою медицинскую практику причинал миновито тут, однако раз в нескольких годах его привабил областный центр. В рамках кураторского визита у Октябрьский прибыл его коллега из Гомельской областной больницы. Разом в одной команде они провели операцию по грыжесечении. Пациентом оказался ликвидатор аварии на ЧАЭС, мужчина 56-го года на роджение. Хирургичное вмешательство пройшло с поспехом. Прихода спрацвала Зладжана. Операция довольно массовая. В крупных больницах они идут широким потоком. В этот раз просто сделали мы ее на месте в Октябрьской центральной районной больнице. Воспользовавшись тем, что все равно мы сюда приехали оказать помощь населению и сделали здесь. Операционная для такой операция достаточно оснащена. После амбулаторного приема специалисты наведали стационарных больных и отправились на выезд до пациентов, которые не смогли прийти самостоятельно. До речи, в наступном месяце Октябрьскую ЦРБ чекает пополнение. Четыре выпускники медуниверситета приступят к практике. Евгения Кухаронак, Валерга Панько, телерадио-компания «Гомель» из Октябрьского района. Яскраво, урочисто и колоритно. Грандиозным концертом у Гомеля завершились Дни культуры Украины в Беларуси. Мероприемство стало финалом масштабной акции, якая стартовала 5 липня у Палаца Республики. Наш корреспондент Ганна Коральчук наведала свято украинской культуры. У фойе Громадско-культурного центра разгорнулася багатая выстава народных промыслов. Гомельчане убачили национальные украинские вышиванки, дравляные и скураные выробы, писанки, а так само старожитные музычные инструменты, трамбитую, в Бандуру. Беларусь и Украина имеют шмат агульного. Их связывают в историчные, дипломатичные культурные совести. Нагадаем, до ручения проводят такие перекрыжеванные святые культуры далеки керовники держав Александр Лукашенко и Петр Порошенко. Очевидно, что Дни культуры проходят успешно, в моем понимании. Это мой первый такой опыт, у меня большой. Благодаря этим Дням культуры артисты и люди, которые занимаются этим вопросом и культурой, они сейчас строят планы на будущее. Их сегодня здесь выступают. И не только в Минске, а и по всей Беларуси. И это тоже очень важно. То есть мы закладываем основу дальнейшего сотрудничества именно в этой сфере. Вы знаете, когда беларуси к нам приезжают, мы всегда очень рады принимаем, и мы общаемся с послом Республики Беларусь в Украине, и сейчас общаемся с Сергеем Ивановичем. Поэтому у нас очень хорошие тесные отношения, и я думаю, что это будет хорошим поводом для того, чтобы продолжать наше хорошее конструктивное сотрудничество. Свято национальной культуры на Гомельской сцене открыл яркий номер «Украина, моя Украина» в выполнении сусветно-вядомого ансамбля танца имя Паула Вирского. Коллектив пропонует самые массовые хореографичные постановки, по которых удельничают 70 человек. Далее глядачов ждали народные песни и популярные хиты в выполнении зорок украинской эстрады, артистов и творческих коллективов. В их лику народный артист Украины Ива Бобул, заслуженная артистка Украины Лінара Асманова, молодая выконавца и удельница его рабочения Злата Огневич, квартет «Гетьман» и этническая группа «Луйку». Женщина аудитория с нетерпением чекала заявления на сцене популярного эстрадного выконавца Олега Винника. Исусь признание все равно, все равно, знаете, это такая великая славянская родина, можно так сказать. Я благодарю белорусского зрителя за такую теплоту, за то, как здесь любят украинских артистов, как она здесь тепло принимает. Мне очень у вас понравилось и я очень хочу приехать из серии сольных концертов. Я считаю, что вообще очень важно, когда музыка объединяет людей, потому что музыка на самом деле она не имеет границ. Плануется, что в наступном годе белорусские артисты отправятся в Украину суседку с визитом у отказ. Ганна Корольчук, Яуген Макенко, телерадио-компания Гомель. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tsvrgomel.by Далее эфир де-факто и спортивный огляд. Я с вами развитываюсь. Добрых вам новинов! Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте! Отключение электроэнергии в центральном районе Гомеля, которое произошло из-за несанкционированных земляных работ на территории фабрики «Спартак», едва не стоило жизни жителю Гомеля. Без электричества перестал работать прибор-концентратор кислорода, без которого не мог обходиться мужчина. Тревогу подняла его жена. Без этого устройства жизнедеятельность мужчины оказалась под угрозой. Хозяйка сообщила об этом в МЧС. Спасатели оперативно доставили по адресу переносной электрогенератор при помощи удлинителя они запитали от него аппарат и таким образом спасли мужчине жизнь. Сейчас на данном этапе совместно с управлением здравоохранения будем уточнять наличие таких домовладений квартир в регионе нашем, чтобы знать эти списки и в случае таких нештатных ситуаций оказывается на дому гражданам помощи, которых в принципе зависит жизнь. Переносной генератор МЧС обеспечивал работу кислородного концентратора на полтора часа. Именно столько времени понадобилось для устранения причины аварии в электросети. Оказалось, виной тому стали земляные работы, которые проводились на территории фабрики «Спартак» подрядчиками организации. Ковшом экскаватора был поврежден высоковольтный подземный кабель. Известно, что работы проводились без согласования с представителями гомельских электрических сетей. Отключение высоковольтных линий электропередач накануне происходило и в Жлобинском районе. Причиной короткого замыкания стал дельтаплан, который неудачно совершил посадку. Запутался, как мотылёк в паутине проводов. Вот к такому результату привели полёты вблизи линии электропередачи. Зацепившись за провода, дельтаплан сложился пополам и устроил короткое замыкание. Пилот, к своему счастью, отделался лишь лёгким испугом. Теперь экстремала ждёт подробное разбирательство, ведь полёты в зоне ЛЭП строго запрещены. Чем ближе к кассе, тем проще план. В Рогачёвском районе сотрудники финансовой милиции задержали заместителя главного бухгалтера ОАО «Озераны». Женщина обвиняется в хищении средств предприятия в особо крупном размере. Для пополнения семейного бюджета она выбрала вполне обычную схему. Нашла контрагентов, необоснованно перечисляла им на счета средства предприятия, а потом делила их между всеми участниками преступной группы, в состав которой в слово входили её родственники. Иногда деньги напрямую переводились на личный карт-счёт бухгалтера. Благодаря оперативным наработкам работников Жлобинского межрайонного отдела управления удалось изобличить исполняющую обязанности главного бухгалтера данного предприятия, в результате которого причинён ущерб обществу в сумме более 30 тысяч белорусских рублей. Максимальное наказание за данное нарушение предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества. Такая информация к этому часу. Оставайтесь на «Беларусь-4». Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В венгерском Дьоре завершился юношеский чемпионат Европы по лёгкой атлетике, который собрал спортсменов из 30 стран. Континентальное первенство проводится раз в два года. К участию допускаются атлеты в возрасте до 18 лет. Сборная Беларуси в медальном зачёте расположилась на четвёртом месте. Завоёваны четыре золотые медали и одна бронзовая. Свой вклад внесла и воспитанница гомельской школы лёгкой атлетики. Кристина Концевенко стала третьей в прыжках с шестом. Её результат 4 метра. Своим конкуренткам она проиграла 16,26 сантиметров соответственно. Футбольный клуб Гомель продолжает подготовку к матчу 16-го тура чемпионата страны высшей лиги против Слуцка. Игра состоится на выезде в пятницу 13-го июля начало встречи на стадионе городской в 18.45. Зелёно-белые на данный момент находятся в зоне вылета, а вот ближайший соперник претендует на участие в Еврокубках, занимая пятое место в турнирной таблице. Помимо нынешнего положения не в пользу нашей команды и статистика. История взаимоотношений насчитывает 9 матчей и только один раз футболисты Гомеля праздновали победу. 12-го июля сыграют резервисты. Игра начнётся в 17.00. Дублёры Слуцка и Гомеля располагаются по соседству на 10-м и 11-м местах в таблице соответственно. А теперь о мини-футболе. В чемпионате страны по-прежнему перерыв, но трансферные новости и станокоманд не перестаёт приходить. Изменения в составе БЧ железнодорожников покинул Никита Можейко, решивший не продлевать контракт и перейти в Аршанске-Витэн. За время выступлений игрок провёл 85 матчей и забил 33 мяча. Также по соглашению сторон было расторгнуто трудовое соглашение с Леонидом Шиловским, который перешёл в состав БЧ из Минского дорожника в межкруговой паузе минувшего чемпионата. На его счету 16 матчей и 5 забитых мячей. В Бресте завершился чемпионат страны по гребле на Байдарках и Каноэ. Гомельскую область представляли 72 спортсмена. Наш регион традиционно сильнейший в этом виде спорта. Сюрпризов не случилось и в этот раз. Фавориты полностью оправдали свой статус. В копилке области 42 медали, 12 из которых высшие пробы. Как итог первое командное место. На этом пока всё. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова